Златан Ибрагимович В адресском реале и в результате именно он забил мяч Понятно, что за сборную Швеции Есть кого забивать, помимо Златана Ибрагимовича А вот в Португалии, окромя Криштиана Роналду, нет Но вот, наверное, то Огромное количество критики, которая свалилась на португальца В связи с тем, что он вроде как не тащил Собственную сборную и не вытягивал Ее, хотя, по-моему, Евро 2012 эту историю опровергло И мотивировало португальца Попасть на чемпионат мира Плюс ко всему его непопадание А на Мундиале, естественно, добавить вестов Который обозвал его генералом И еще раз добавит хейтерам Более огромного количества возможностей посмеяться В то время как на Златан Ибрагимович Смеяться не принято Во-первых, наверное, он может и по мордасам надавать А во-вторых, все-таки Швеция не воспринимается В умах общественности Столь сильной сборной, как Португалия Хотя, если посмотреть, все выглядит ровно наоборот Что касается конкретного матча Естественно, шведы начнут биться Плюс ко всему Златан Ибрагимович мотивирован до полной И, наверное, больше будет брать игру на себя Что не было в первом матче, как мне показалось Но то, что, во-первых, есть некое преимущество Во-вторых, меня удивила апатия шведская в линии полузащиты Как-то слишком мало было в этом смысле движения А в то время как португальская сборная, на удивление, играла неплохо Плюс ко всему, весьма сильная играла линия защиты И там будет все до гола Если португальцы забьют первыми Или шведы не забьют до 45-й минуты То можно смело говорить о том, что португальцы на чемпионат мира поедут В принципе, моя ставка таковой и является Португальцы будут на чемпионате мира Шведы не попадут, как бы я не симпатизировал Зватану Иблагимовичу Но думаю, что все-таки количество голов будет чуть больше, чем 1-0 Я думаю, что шведы забьют быстрый гол Португальцы отыграются Дальше пойдет Катаваси И счет будет либо 3-2, либо 2-2 Вот как-то так Но в итоге португальцы пройдут